Девушки отдыхают 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 И что интересно, вот эта вот мякоть, как я теперь понимаю, она какая-то более рыхлая. С макцией мякоти, это будет как тирса. Итак, значит, я буду выбирать так же, как и вы. Корень ровный, продолговатый, длиной не больше 22 сантиметров. Наступная позиция. Размер от 20 до 22 сантиметров. А еще в магазине, правда, не часто, но попадаются вот такие плоды, как ты принес сегодня, с зеленью. Это признак свежести, наверное. Когда остается зелень, то все поживные речевины виходят в то, чтобы эта зелень продолжала рост. И поэтому реализаторы правильно делают, избавляясь ось этой зелени. В смысле, они правильно делают. Они же просто маскируют то, что пастернак уже пророс. Если внимательно посмотрите, то можно увидеть, что зелень была обервана. Он, например, и в земле, и в всем, но проростает. То есть, нещодавно обрезали зелень, и на этом месте снова началось новое життя. Такий пастернак, он будет меньше вкусным и, опять же, очень волокнистым. Очень важное качество свежести пастернак. Ты знаешь, я теперь просто уверена, что смогу выбрать правильный пастернак в магазине или на рынке. Спасибо огромное. Следующий корень, как я понимаю, сельдерей. Более распространенный, не менее вкусный. И настолько разные его виды в магазине и на рынке, что я не понимаю, в чем разница и как его правильно выбрать. Надійка, дело в том, что в видах селеры плутаешься не только ты, а и сами продавцы специально для нашей программы выписали из Херсонских степей. Вот так выглядит селера после того, как ее выкопали из грунта. А в магазине, что мы видим, вот совсем другой вариант. Чистенький и обрезанный. Так бы говорить, товарный выгляд. Но как же не наразиться на лихо, покупая селеру? Сейчас я буквально у тебя на очах покажу, что делают с селерой перед тем, как покласти ее в мешки и отправить на Киев или до любого другого города Украины. Обрезаем бадилля, черешки. Вот, подивися, видишь, зелень пробивается. Такие вечки тоже очищают, когда видим, что слишком очищенный плит, мы должны осторожиться. Потому что с таким же успехом можно было обрезать знаки неакисной селеры. Конечно, гнилую, например, часть. Безумовно. Корень сельдерея, который мы покупаем в магазине или на рынке, стоит недешево. И если вот это все не обрезать, значит, я заплачу за корешки, которые в пищу не идут, такую же цену, как за полноценный корень. Поэтому я считаю, что обрезанное это не так уж и плохо. Весь фокус в том, что нам просто не треба обрати занадто обрезаные корни. Потому что таким чином, очевидно, продавец избавился всех негараздей, а мы смотрим, нюхаем, начебто нормально. Я бы лучше выбрал не такого презентабельного вигляду селеру. Но все же таки мы уверены, что тут никаких вечек нет. Уси поживные речевины, на которые мы сподіваемся посеред зимы, от этого плода, остаются в середине. Согласна. И поступают в продажу уже мытые корни сельдерея. Мы были на рынке оптовом, там лишь мытые корни селеры. Да и бабульки тоже, у которых я иногда сельдерей покупаю на рынке, тоже мыют. Видимо, понимаешь, что товарный вид для современного покупателя много значит. Но сельдерей это удивительное растение, в пищу идут все части его. Селера поделяется на три основные виды. Это листовый, где вживаются листья, черешковый, где черешки можно есть и корни плоды. Украинская селера, где больше, идет на корень. Вот она, наша родная селера. Листовый селера подходит из певденных стран. Это Италия, певдень Испании, або Греция. Из Израиля подходит в Украину черешковый селера. То есть можно, в зависимости от того, что вы хотите приготовить, выбрать тот или иной сельдерей. Есть ли еще какие-то признаки, по которым отличаются разные виды сельдерея? Безусловно, это сорты селеры. Вот я нещодавно был в Немеччине и удивился, что там при продаже селеры на этикеточке пишется вся информация про ней. Який сорт, где она была выращена, когда была собрана. Я пытался объяснить эти моменты в Украине, когда был и на рынке, и в супермаркете. Я говорил с купой продавцов, но ни один из них не знает, какой сорт селеры он продает. Мне запевняли продавцы, что маленькая ничем не отличается от селеры великого размера. Но на самом деле маленькая селера – это корень, который из разных причин не смог вырастить. Або его поздно посадили, або занадто рано выкопали. И таким образом, априори, он меньше полезный и меньше вкусный. До речи, украинская селера имеет вес от 300 до 500 граммов. А импорт над весом может весить 800 килограмм. Поэтому очень важно знать, какая селера перед нами. Вот мы имеем вес, кладем большую голову – 953 грамма. И, очевидно, витчизня на 487. Как ты и говорил, до полкило. Так вот такие большие плоды по килограмму все-таки покупателей не стоит? Если ты знаешь, что это импортная селера, то купить можно смеливо. А если это украинская селера, то очевидно, что при ее выращивании используется много нитратов, химикатов для интенсивности роста. Надейко, а вот что до сортей, то каждый из них имеет свои характеристики. Вот в Украине выращивают яблочный сорт. Он отличается, наконец, под увеличенным термином сохранения. Сорт диамант, он очень ароматный. А Егор имеет больше цукра. Он более сладкий. А за внешним виглядом, эти сорты, ну, почти не отличаются. Но продавцы эту информацию должны знать. Когда я пытался купить селеру в супермаркете, то там было буквально несколько коренев в ящичке. И вот этот, подивися, абсолютно уже почернилий, мягкий, начинает гнеть, и неозбройным оком видно, что это гнилий корень. Так вот продавец, не змигнувши оком, сказала, что если его разрезать, и если мы там увидим мягкость придатна для вживания, с ее точки зрения, то можно такую селеру вживать в ящу. И больше того, в этом супермаркете была своя кухня, кулинария. Використовывают такие селеры для приготовления страв. Розрезаем. Не нужно быть профессионалом для того, чтобы сделать висновок, что мягкость непридатна для вживания. Может быть, пора уже открывать правила выбора? Так, Надюхо. Вот первая позиция. Гарная селера не має мати на собі зелені и вичок. Наступная позиция. Плід має бути необрезаним. Тобто, если мы имеем вот такой селер, то купить его не надо. Открывай и третью знаку качественной селеры, про которую мы сейчас будем говорить. Как ты понимаешь, качественная селера должна быть твердой на дотик и без гнили на месте бадилля. Ось ця селера, яку я купил на рынке днями, це явный приклад того, что продавать не важно. Сказали обрежете и ничего страшного не будет. Ось подивись, будь ласка. Натискаемо и селера не має прогинатися. Ось бачимо, что це гнилий продукт. На месте бадилля, качественная селера має бути сухою и твердою. Ось, например, как тут. Тут тисни, не тисни, все нормально. И получается легкие правила выбора качественного сельдерея. Плод среднего размера, без гнили и достаточно обрезанный. И мы таким чином переходим до третьего нашего сегодняшнего героя. Это имбир. Завжди до нас его привозят. И самое главное в качестве имбира – это его свежесть. Найидеальнейший вариант – это месяц с даты того, как его выкопали. Я знаю, что если одно из небольших шишечек имбиря надломить, и будет сильный аромат, корень водянистый, хруст раздается при надломе. Это значит, что имбирь свежий. Абсолютно верно. Первая ознака качественного корня имбиря – это водянистость на зломе и соковидность. Я часто покупаю имбирь, мне он очень нравится. Но, к сожалению, не всегда он одинаковый по вкусу. Иногда действительно пряный вкус и ароматный. А иногда прям гореть чувствуется сразу же. И в этом есть объяснение. Его завозят до нас из Азии, из Японии или Китая и могут завозить из Африки. Так вот, именно африканский имбирь, он более темный и имеет гирчинку. Вот сравнивать. Азиатский, японский или китайский, он золотистый и даже виближает глянець. А вот этот матовый и темный, но африканский имбирь, он ценится дешевше. Поэтому нужно обратить внимание на колор. Он темный. Иначе, если за много такого имбиря покласти до стравы, то он действительно будет гирчить. А я бы этого не знала, кстати. А что может означать запах сырости, который иногда появляется в корне имбиря? Это означает, что термин его придатности уже всплывает, або он неправильно сохраняется. Да, кстати, вот именно такой корень с запахом сырости мне очень не нравится. А давайте теперь вернемся к размерам корня имбиря, потому что я не сомневаюсь, что это имеет значение. Бывают вот такие не очень длинные корешки, а некоторые длиннее. Какой лучше выбрать? Чем длиннее корень, тем больше в ньому эфирных олій и полезных микроэлементов. Но, Надейко, знаешь, что очень часто до нас в Украину завозят уже старый имбирь, термин придатности которого уже давно всплывал. Это видно за внешними ознаками, до речи. Такий имбирь уже втратил и аромат, стал жестким, волокнистым. На старом имбирю может быть даже вичка, как у картопли. Вот у нас есть такой изразочек. Вот, Надю, поглянь. Вичка начинает пробиваться, а продавцы, знаючи про эти недолики, они могут маскувать, они могут их разрезать, зачищать, красиво покласти в середину ящичка. И вживать в ежу такой имбирь уже я бы не радил. А вот тут, смотри, я нашла корень, на котором, по-моему, уже достаточно большой глазок пророс. Вот прям росточек уже. Я бы раньше, честно говоря, не обратила внимания. Сейчас, когда ты начала рассказывать, поняла, что это не совсем корень, а уже росток. Он уже встыг втратить все свои полезные качества. Той смак, на который мы сподеваемся, от такого корня мы уже не отримаем. Но очень жалко выбрасывать, и особенно вот этот практически живой имбирек, который начал ростить. Надейко, не треба выкидать. Имбирь чудово росте в домашних умовах. Ты хочешь сказать, что я могу дома вырастить корень имбиря, что ли? И ты, и все наши глядачи. Большинство господинь сам так и делают. Само шукают вот такой пророслый имбирь, чтобы потом посадить у себя дома в горшечок. И уже за несколько месяцев мы можем отримать новый корень, который мы можем смеливо вживать в ежу. А как это правильно сделать? Хочется попробовать. Я сейчас покажу. Ничего хитрого в этом нет. Горшечек нужно выбирать не высокий, но достаточно широкий. Потому что корень росте не в глубь, а в ширь. Какая земля должна быть? Найкраще использовать землю для обычных комнатных растений, но не заявим будет, если мы добавим доброго для коренев. Оно поместит много фосфора. И именно фосфор поможет в проростении имбиря. Отрезаем шматочек с вичком и закапываем землю паростком до горы. Тут главный секрет в том, чтобы земли над ризом было не очень много. Буквально 2-3 сантиметра. И наверняка его нужно поставить в тепленькое место, потому что он родом из теплых стран. Так, поливаем. Сначала мы получаем хорошую комнатную растительную, похожую на тростину, или на бамбук. Ну а потом, когда зелень повьянет, отсохнет, мы можем смело выкопить коренев и вживать его. Прелесть какая! Вот я помню, Аллочка Ковальчук рассказывала, как из ананаса, который идет в пищу, можно получить росточки и вырастить дома ананас. А я ей смогу рассказать, как вырастить имбирь. Она наверняка не знала. Открываем остальную позицию идеального имбиря. Он должен быть твердым и гладеньким. Что касается колорита имбиря, то мне больше нравится покупать его в палатках. Там такой антураж. Знаешь, чувствуешь, как будто он прямо с родины приехал. А в магазине скучно лежит среди других овощей. Сама в том, что имбирь – это не морозостойка рослина. Даже при температуре 0 градусов он может замерзнуть и зипсуваться. То есть в открытых точках лучше его не покупать? В зиму так точно. М-м-м, поняла. Треба стежить за температурой. Лише плюсова температура. Те места, где есть обморожение, они будут прозорими и схожи на скло. Наче то скляна поверхня. Спасибо тебе, Костя. Все тайны корнеплодов раскрыты. Привіт. Я радий вас бачити тут, на Ютюбі. Якщо вам сподобалося, то залишайте свій коментар і діліться ним у соціальних мережах. А ще тисніть «Підписатися». І ви першими будете бачити нове відео шоу «Все буде добре». Відео шоу «Все буде добре». Продолжение следует...